Слива стартовая. Сливы славятся неприхотливостью и хорошей урожайностью, поэтому садоводы стремятся расширить их ассортимент. Особое признание снискало гибридное слива стартовая. Описание сорта в подробностях позволит узнать все ее особенности. История. Этот универсальный и достаточно молодой сорт был создан в Нигиспор имени И.В. Мичурина. Слива стартовая. Результаты гибридизации сорта Волжская красавица Евразия 21. Она выбрала в себе их основные достоинства – высокий уровень зимостойкости, крупные плоды. Слива была выведена для центра страны, поэтому лучше всего растет в черноземном регионе. Ее выращивают также в Белоруссии, Молдавии, Грузии, Украине, Эстонии. Характеристика сорта стартовой сливы. Стартовая слива – это домашний сорт. Плодоношение начинается уже на 3-4 год после посадки и отличается высоким, стабильным урожаем. Урожайность слива с 1 гектара составляет свыше 60 центнеров, поэтому данный сорт используется не только для личного, но и для коммерческого выращивания. Дерево довольно крупное, мощное. Кронослива широкая, овальной формы, с обильной облиственностью. Листья широкие. Форма морщинистой листовой пластины характеризуется заостренным концом и мелкогородчатым, ребристым краем. Цвет листа изумрудно-зеленый. Для стартовой сливы характерно раннее падение прилистников. Слива стартовая кара отличается красноватым оттенком. Широкие, выгнутые побеги от рашенов бурой, ближе к бордовому, цвет с легким серебристым налетом. Бурый куносовидной почки заострениями на концах немного отступает от стебля. Сорт отличается большим числом серебристо-бурых чечевичек. Слива стартовая обладает стандартными, слегка регментированными черешками. Каждый из них содержит по две железки янтарного цвета. Обратите внимание, слива стартовая является самобесплодной, поэтому требуется соседство сорта пылителя. Обильное цветение начинается в апреле или мае. Цветы у слива чисто-белые крупные, с чашечкой в форме колокольчика. Рыльца пестика возвышается над пыльниками. Слива стартовая характеризуется крупными плодами, массой от 45 до 50 грамм. Они имеют правильную овальную одномерную форму с небольшим углублением у основания. Сливы покрыты плотной кожицей средней толщины. Откраска плодов пурпурная с характерным восковым налетом, придающим ей фиолетово-синеватый оттенок. Веснушек под кожицей нет. Благодаря свойствам кожуры слива транспортабельно, не деформируется и не повреждается даже при перевозке на дальней дистанции. Сорт обладает янтарного цвета мякотью, сладкой и сочной, с легкой кислинкой. Содержание сахара составляет 8,5%. Плоды отличаются обильным выделением водянистого, бесцветного сливового сока. Удлиненная косточка выходит из мякоти без труда. Созревшие плоды самостоятельно не опадают, при этом легко отделяются от цветоножки. Сливе стартовой присвоили высокую дегустационную оценку по шкале экспертов 4,7 из имеющихся 5. Созревшие плоды слива стартовая является универсальным домашним сортом. Ее можно употреблять непосредственно с дерева, а также в виде заготовок. В замороженном виде слива используется в качестве украшения тортов, мороженого и других изделий. Размножение Слива стартовая легко размножается методом черенкования или с помощью косточки. Промытые семена держат замоченными в теплой воде от 72 до 120 часов. При этом необходима ежедневная смена воды, а также перевимешивание косточек. Высушенные семена хранят в стеклянной емкости. За 6 месяцев до высаживания семена необходимо разбудить от осна, провести стальтификацию. Их смешивают с влажным песком и выдерживают при температуре от минус 10 до плюс 1 градуса. Дерево из косточки способно приносить плоды на 6 год при посаде посредством черенка на 3-4 год. Посадка сливой стартовой Для сливы стартовой подходит умеренно континентальный климат. При теплой, солнечной погоде усиливается сладость от ладов. Поэтому место для посадки нужно выбирать хорошо освещенное, защищенное от ветров. Сорту подходит суглинистая земля, имеющая нейтральную реакцию. Чтобы не произошло вымокание корней, выбирают место с уровнем залегания грунтовых вод не ближе вторых им к поверхности. Весной посадка сливы осуществляется в апреле, а осенью – в октябре, пока не начались заморозки. Через 2 года черенок достигает величины саженцы и при желании может быть пересажен на другое место. Посадка сливы Стартовой За пару недель до высаживания слива расчищается место и делается яма размером 60х60х60 см. Выкопанная земля не убирается, а смешивается с перепревшим конским навозом. Два ведра к смеси добавляется амафоска – 200 г. Полученная смесь насыпается в яму горкой, в центре которой фиксируется колышек. Саженец слива устанавливается по центру вершины горки, корни осторожно расправляются. Не стоит добавлять сильнодействующее удобрение, так как корни деревца могут получить ожоги. Засыпание грунтом производят так, чтобы корневая шейка оставалась непокрытой на расстоянии около 5-7 см над поверхностью. Остается привязать саженец сливы к опоре с помощью мягкого материала, притоптать почву и полить. Начальный полив составляет 4 ведра теплой, отстойной воды. После этого мульчируют зону около ствольного круга слоем торфа или компоста. Выращивание и уход. Ухаживать за сливой нужно по тому же принципу, что и за другими плодовыми деревьями. Ей требуется рыхление, прополка, мульчирование, полив, подкормка, обрезка. Чтобы увеличить урожай сорта в следующем году, 80% цветов молодой слив удаляют. Приствольный круг. Приствольный круг у сливы составляет около 2 м и требует тщательной заботы. Необходимо регулярное рыхление прополка сорняков. Помимо этого рекомендуется удалять прикорневую поросль, так как она истощает силы дерева. Удаление должно производиться минимум 4-5 раз за летний период. Приствольный круг полив. Интенсивность полива от 3 до 5 раз за весенний и летний период. На 1 метр кварталов. Должно уходить 3-4 ведра воды. Наиболее важные периоды для полива сливы после цветения, активного формирования и роста завязей после окончания образования косточки в ладе. Чтобы влага в грунте сохранялась дольше полив завершает мульчированием. Для этого используется сухая земля, древесная стружка, солома, куски картона. Подкормка Подкормка сливы стартовой производится трижды за год в середине весны, летом и после снятия урожая осенью. Регулярная подкормка сливы минеральными и органическими удобрениями начинается через 2 года после посадки. Органические добавки дерева должно получать с интервалом через год. Промежуточные годы можно добавлять минеральные удобрения. За 10 дней до начала цветения в апреле добавляют около 20 грамм очевина на 1 квартал. М. После цветения в мае сливы подкармливают. 20 грамм двойного суперфосфата 15 грамм очевины 30 грамм сернокислого калия на 1 квартал. М. Органическая подкормка 1 часть навозной жижи, разбавленная 3-5 частями воды. Водный раствор птичьего помета в рапорции 1 час 10 минут. Органическая подкормка Весенняя подкормка 80 грамм очевины 200 грамм сернокислого калия 230 грамм суперфосфата на 10 литров воды. Стоит учитывать погодные условия, регулируя частоту внесения подкормок. Холодная пасмурная погода приводит к замедлению усвоения питательных веществ сливой. Обрезка Обрезка является обязательной процедурой для сливы, создающей условия для правильного развития дерева. Сливе необходима санитарная, формирующая обрезка, при которой удаляются искривленные, растущие внутрь сухие ветки. Прошлогодние приросты укорачивают на 1 треть. Формирование кроны начинает на второй год жизни дерева, делая ей ее среднезагущенной. Когда высота дерева достигает 2,5 метра, делают отгибание центрального проводника по направлению к востоку, зафиксировав его подвязкой к нижележащей ветви. Укрепление ветвей при высоком урожае ветви сливы укрепляют подпорками. Чтобы предотвратить комедий течение, следует подложить мягкий материал в местах соприкосновения коры и подпорки. Подготовка к зиме предзимний обрезка заключается в укорачивании на 3 длинных веток, удалении поврежденных ветвей. Важно! Слива стартовая прекрасно выдерживает зимние морозы, поэтому укрытие не требуется. Жаркий летний период дерева также переносит прекрасно. Заболевания и вредители Сорт имеет отличную сопротивляемость к болезням и вредителям, в связи с чем можно не беспокоиться о дополнительных защитных мерах. Преимущества и недостатки сорта Характеристика сорта указывает на его многочисленные достоинства, высокой степень морозостойкости, позволяющие сливе переносить даже Жесткие зимние условия, сверхранний срок созревания, высокая урожайность, устойчивость к большинству заболеваний и грибковых инфекций. Хорошая транспортабельность, отличные вкусовые свойства. Недостаток сорта в его коротком сроке хранения, до 25 суток в рахладном помещении. Самобесплодность стартовой сливы также можно отнести к недостатку, так как для ее опыления приходится высаживать одновременно цветущие. Совместимые сорта опылители Популярность сливы оправдана множеством положительных качеств. Данный сорт дачники называют идеальным за его неприхотливость, ранеспелость и высокую урожайность, на которую они оказывают влияние. Ни климат, ни погодные условия.